Здравствуйте! В эфире Территория Успеха. Ее ведущие Татьяна Кобзарева и Иван Грещук. В декабре в России официально завершился год педагога и наставника. В различных регионах страны, включая Воронежскую область, прошли приуроченные к его окончанию торжественные научно-практические мероприятия. Каким был для нашего региона год педагога и наставника? Что удалось сделать? Какие планы намечены на будущее? Об этом мы не только говорим с министром образования Воронежской области Натальей Сологубовой. Наталья Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Наталья Валерьевна, завершается год педагога и наставника и огромное количество проектов, конечно, в течение года было реализовано. Какие, на ваш взгляд, из них стали ключевыми? И, наверное, самое важное, как они отразились непосредственно на педагогах и наставниках? Я думаю, что самым главным является то, что в указе президента Российской Федерации о том, что 2023 год является годом педагога-наставника, были четко поставлены цели и задачи. Исходя из поставленных целей и задач, естественно, мы формировали наш план. Он не является зеркальным отражением федерального плана. Он наполнен тем, чем богата педагогическая история, сами педагоги Воронежской земли. И, естественно, мы постарались сделать этот план на основе пожеланий и опросов. Поэтому, если ставилась цель повышения престижа, придания особого статуса, повышения интереса к профессии педагога, то эти все задачи реализовывались через комплекс мероприятий. И относительно их смысловой нагрузки я бы не могла бы вот сейчас конкретно сказать, что много ли мало, что-то лучше, что-то хуже. Они просто решали задачи в том количестве и с тем содержанием, которое обеспечивает достижение цели. Но выстраивание проходило с большим, наверное, может быть, посылом от губернатора. Потому что губернатор сразу обозначил приоритетность всего года и формирование, ко всему прочему, еще возможности отдать своим наставникам учителя вот некоторое состояние в виде спасибо. Так как мы все понимаем, что учитель и профессия учителя – это одна из труднейших, но самое главное на земле. Без передачи опыта, неважно в каком возрасте, и без корректировки со стороны тех, кто лучше обладает какими-то компетенциями действия человека, развитие не происходит. И, наверное, нужно отдать должное, что у нас на сегодняшний день весь план выполнен. Это, понятно, формальный показатель, но есть показатели качества, которые говорят о том, что удовлетворенность всех участий в том или ином мероприятии была достаточно высокой. Ну вот перемены сейчас происходят буквально на всех уровнях образования. Это и детские сады, и федеральная программа там внедряется, и федеральная программа средней, среднее образование в колледжах, профессионалитет и так далее, и так далее. Разговоры о важном. Вот как вы оцениваете эти новшества? Как они себя зарекомендовали? Вы совершенно правильно отметили, что все новое, что появляется, оно выходит из важной задачи, в том числе отрасли образования – это обеспечить суверенитет Российской Федерации. Мы отлично понимаем, что необходим комплекс мер, которые впервые заходят в систему. И так как педагоги являются в какой-то степени людьми, которые формируют идеологию сознания общества, у нас есть профессиональная уже теперь точка зрения, что быстро эти процессы на щелчок или на день-два-три не происходит. Поэтому я сколько раз уже говорила и, в принципе, могу повторить еще, все процессы, которые запущены, будет оценка им дана впоследствии. Я могу охарактеризовать только то, что уже точно является принятым. Мы понимаем за год, а это маленький промежуток времени, то отношение, которое сформировалось к такому, например, внеклассному занятию, как разговоры, а важно. Ни одна из тем не вызывает споров. Она важна. Это тема, которая будет связана, естественно, с теми событиями, которые в мире, с теми событиями, которые в области происходят, с теми событиями, которые в школе, но все равно каждый знает, что это важно. Эти уроки, они получили еще подтверждение в их развитии, так как присоединились к ним в виде бесед родители. То и то зашло. Теперь, соответственно, что нужно нам сделать? Нам нужно выстроить четкое методическое сопровождение относительно тех рекомендаций, которые мы получаем, в первую очередь, на Министерство Просвещения Российской Федерации и качество проведения. Так как сделать разговоры разговорами – это задача, которая второй год, в принципе, еще является актуальной. Разговаривать дети должны на темы, выражая свое мнение на основе того материала, который, как обычно, вводно либо старшие дети им дают, либо учитель, либо дается определенное количество фактов, которые нужно будет проанализировать, отнестись. И второе – это то, что обеспечило формирование единого содержательного пространства. Тоже было правильно заметено. Все-таки 1 сентября необходимо было провести огромную работу по приведению своих образовательных программ каждой школы, каждого детского сада или учреждений профессионального образования или дополнительно профессионального образования к тем нормам, которые стали нормой. А мы, в первую очередь, имеем в виду федеральный государственный образовательный стандарт и примерные основные образовательные программы, которые, в принципе, теперь уже стали федеральной нормой. Их можно просто легко и просто разбив на необходимые части использовать, не меняя содержание. А так как это единая федеральная повестка, то констатация факта о формировании единого образовательного пространства, она с переходом на данный вид документов, на новые стандарты получила закрепление. У нас в Российской Федерации единое образовательное пространство. Его наполнение и наличие в этом образовательном пространстве опыта будет идти еще долгое время. Чтобы было понимание, мы сегодня являемся одним из субъектов, которым поручено авторской группой написать свою региональную историю как учебник для того, чтобы, пройдя все экспертные оценки федерального уровня, с 1 сентября начинать это внедрение относительно знаний своей истории в различные классы в различном количестве часов. Речь идет, возможно, и о 17 часах, и о 34 часах. И это, опять же, единое образовательное пространство, единый подход к написанию учебника. Но ведь у каждого региона будет то, что отличает каждый регион от другого. То есть это уроки краеведения, получается? Я бы даже не сказала, что уроки краеведения – это история края. Краеведение связано в большей степени, знаете, с некоторым факультативным элементом. А это будет вот такой государственный учебник на уровне Воронежской области. И если это получится, то мы с авторской группой, которая формируется буквально на протяжении вот этих двух-трех последних недель, скорее всего, получится хорошо. Поэтому надеемся свой опыт написания учебника по истории родного края передать другим субъектам. Ну, мы часто видим примеры, когда Воронежская область становится пилотным регионом, да, и потом наш опыт распространяется все-таки на всю страну. Действительно, наверное, будет и в этот раз так же. Наталья Валерьевна, как вы считаете, вот мы уже поговорили о том, что действительно педагог – важнейшая, пожалуй, профессия. Престиж этой профессии, к сожалению, долгие годы, наверное, ну, скажем, оставлял желать лучшего. Меняется ли ситуация сейчас? Повышается ли престиж? Смотрите, то, что ситуация экономическая, ситуация в какой-то степени связанная с наличием некоторых суждений в обществе, оно же всегда известно, в том числе, профессионалам нам. И никогда не начинаем новые действия относительно того, что это чистый лист. Все равно же мы пользуемся статистикой, аналитикой, опросами. Зачастую, чтобы понять интерес к профессии, нужно посмотреть, сколько приходит из вуза в профессию, сколько, соответственно, через какой-то год увольняются. Мы понимаем, средний балл, он существует как измеритель престижа при поступлении. Вот мы видим средний балл, дальше мы анализируем себя в разрезе, например, педуниверситета, как это идет, потом мы смотрим, как в других регионах. И исходя из этого, вот мои слова, которые говорят о повышении престижа педагогической профессии, они не голословны. Факт, который можно ощутить. Два года назад не было ни одного педагогического класса, потому что не было желания ребят пойти в педкласс. А теперь мы понимаем, что у нас по потребности есть педагогические классы, которые могут объединять ребят из муниципалитета одного, или в целом педагогический класс, который просто собрал при определенной, наверное, такой истории отбора, ребят, которые хотят точно уже, если ты попал в педкласс, то ты знаешь, что ты... Еще в школе. Да. Уже, то есть, понимают. Да. И вот, хорошо это, хорошо. А могу ли я сказать результат? Нет. Потому что, попадая в педкласс, нужно, в крайнем случае, закончить его, поступить и тогда увидеть эту статистику. Факт наличия этого стремления зафиксирован в определенном количестве педклассов. Второе. Когда мы отличаемся чем-то, то это отличие обычно хочется показать, как вы правильно уже заметили, федеральный уровень, должен посмотреть. Вот вы показали свое отличие в том, что у нас губернский педагогический колледж сильнейшая со стороны, наверное, уже оценки экспертов, образовательная организация по подготовке студентов. Поэтому мы подали заявку именно на то, чтобы в профессионалитет по направлению педагогика попасть. Мы не только попали, мы на хорошей позиции там. Поэтому то, что сейчас вот как бы в среднем профессиональном образовании по этому направлению поддержано еще хорошим количеством федеральных и региональных денег. Это значит и условия подготовки меняются. И третье, здесь никто лукавить не будет, это статистика, которая после всех компаний приемных на уровне, теперь уже Министерство просвещения, так как все вузы у нас в Министерстве просвещения, как подведомственные организации педагогические, уже эта статистика говорит о росте среднего балла при поступлении. Я точно не могу сказать, что это будет стабильно и так, но то, что нет падения отрицательной динамики на определенный период времени, это да. И то, что происходит в школе. Меры, которые пусть по крупицам, пусть они в большей степени рассчитаны на восприятие профессии педагога, как трудных. Ведь никто не говорит, что вы идите, и там у вас все получится. А дети современные, они спокойные, спокойные, и только заинтересованы в обучении. Они у нас разные, хорошие, но разные. Вот, и несмотря на это, мы видим то количество педагог, которые уже теперь можно констатировать на августовской педконференции. Я же каждому жму руку, да, я же вижу, что их больше. Значит, стремление попасть в школу тоже растет. Это хорошо, это радует. Какие планы Министерства образования Воронежской области строят на будущий год, на 2024? Потому что в этом году много достигнуто, открыты два крупных учебных заведения на территории Воронежа, мегашкола так называемая, и на районе процессора школа большая. Какие вы строите планы на будущий год? Эти планы все равно связаны с людьми. Поэтому если мы понимаем, что у родителей есть потребность поближе к дому поступить в школу, то эти планы реализуются с точки зрения наличия точечных мест по возведению объектов, которые связаны с плотной жилой застройкой, но исходя из этого, естественно, это второсменная образовательная организация, которую нужно, наверное, разгружать. Поэтому 2024 год будет ознаменован для ребят, в первую очередь, и родителей, открытием школы, которые на улице, домостроителей. Это школа, которая очень нужна в Ромонском районе, в селе Чертовицы. Я надеюсь, что у нас будет прекрасная школа, потому что я несколько раз была и видела архитектуру и конструкцию школы в Новохоперске. Получится наполнить ее душой, это значит, это прямо полетит сразу. Вот. Полагаю, что ситуация с проектированием уже со стороны именно города Воронежа будет закончена, и мы войдем в строительство двух объектов, в ЖК Каштановый и на улице Шишкова-Загоровского. Если на это посмотреть, это в тысячах будет хорошее подспорье для родителей, и к которым можно будет ближе. Но нельзя ведь забывать еще о детских садах. Так как детские сады по приоритету здесь выбираются относительно города Воронежа, понятно. И тут, хочешь не хочешь, с мегашколой должен появиться мега-детский сад. Проект красивый. Конечно, тайны не буду выдавать, но я думаю, что администрация городского прокурора Воронежа относительно моих структур, это институт развития и образования, наполнит там архитектурно, а здесь содержательно. Детский сад будет уютен, и, наверное, он подстанет от школы. И детский сад, который будет на территории муниципального района, такого как Таловский, Бобровский, там будет выступать не плотность застройки, а либо, как в Бобровском районе, экономика, которая позволит привлечь мам, пап для работы на предприятиях, а ребятам условия комфортной пребывания в детском садике. А в Таловой, как пример, это то, что известно нам, ну, как я уже сказала, по щелчку не сделается, стройка, содержание, внешний вид у новых зданий лучше. В Таловском муниципальном районе появится детский сад, который позволит уйти от старых, давно-давно действующих нескольких зданий существующего детского сада. Что в приоритете, я бы сказала, все. Поэтому возникает там, там и там. Как пример, такой же подход. Село Гремячи, школа, которая, ну, какого-то века, далеко, несвежего. А пристройка, которая сделает модернизированными помещениями для занятий, и для обучения, и для развития, и для видов спорта. А в совокупности это будет пристройка к старому зданию, позволяющему сделать его современным. Таких планов много. Надеюсь, что, если все хорошо, к первому сентября я буду немножко пошире, так как, возможно, у нас появятся еще новые объекты. Да, и мы обязательно вас пригласим в студию уже в следующем учебном году. Наталья Валерьевна, если не говорить о улучшении материально-технической базы, если не говорить о строительстве, 2024 год объявлен годом семьи. Есть ощущение, что... У вас продолжается. У вас все продолжится, да. Относительно мероприятий, я уверен, что уже какой-то план намечен, какие-то, может быть, ключевые события, откроете нам тайны. Ну, давайте так, эта тайна не совсем моя, но когда знает несколько человек, то, в принципе, я могу поделиться тайной. Вот так хорошо совпало, что 13 января на выставке «Россия», куда я всех приглашаю, потому что я там была три раза, и относительно объемов увиденного еще далеко до конца не дошла, предусмотрена регистрация официальной брака, потому что год семьи. Но врачующиеся будут два молодых педагога из Новоусманского муниципального района и школы, которые построены в рамках национального проекта. И там они молодые, преподаватели начальных классов и иностранных языков. Это, я считаю, шикарный переход, когда возникает год семьи, после года педагога, два педагога и все. Я не буду рассказывать о готовящемся подарке, так как я думаю, что молодая пара должна все-таки не только расписаться. Я уже сразу сказала, это не моя тайна. Это первое. Второе. Вообще, как бы разделить семью и учебу в школе, у меня это никогда не получится. Таких фактов, наверное, нет. И это было сразу понятно, что мы всегда все делали вместе. Мало того, вот то, что сейчас планируется даже в ближайшие первые три месяца, позволит нам теперь увидеть то, что мы увидели как педагог, личность многогранная, то мы спланировали определенное количество мероприятий, чтобы увидеть, что в семье есть дети, есть старшие поколения, средние поколения, и они тоже многогранные. Поэтому развивать мы будем взаимодействие по всем направлениям. Но мне же не было важно увидеть то направление, которое позволит ребенку учиться лучше. Поэтому мы предусмотрели в том числе для семьи, для пап, для мам, для того, чтобы им легче было сопровождать обучение ребенка комплекс мер, который позволит им стать, не обижая никого, грамотнее в воспитательных процессах. Могу сказать, что план будет чуть позже, и надеюсь, что мы постараемся его широко осветить. Родители неотъемлемый участник образовательного процесса наравне с педагогами и наставниками, поэтому надеемся, что те планы, которые вы озвучили сегодня, они будут реализованы в полном объеме. Желаем вам сил. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была «Территория успеха». Этот и другие эфиры вы можете увидеть на нашем сайте. Его адрес – www.tv.de.fizgubernia.ru А мы с вами прощаемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова